Всем привет! Сегодня будем готовить рулет из рульки. Для приготовления нужна рулька. Вот такая вот свиная рулька. Чеснок. У меня головку чеснока я почистила. Одна морковь. Мы ее сварим. Потом соль, перец, рукав для запекания. Можно также рульку обсыпать любыми травами, которые вы предпочитаете для мяса. Также нужна вода, кастрюля с водой, которая должна быть, закипевшая вода. Для начала рульку будем смазывать солью, перцем, чесноком обильно. Натираем обильно рульку солью. Как я уже сказала. Чеснок можно натереть на терке мелкой, либо через пресс. Я через пресс, я перчик так отдельно, то он всыпается. Чеснок буду выдавливать. Я взяла 3 зубчика чеснока. И все это хорошо смазываю. Вот так вот, хорошенько все это со всех сторон, ее обмазываю. Сейчас еще немножко добавлю перца. Подготовленную рульку нужно сложить в пакет. Я вот один край завязала. Очень плотно завязать, потому что рулька будет вариться в пакете. Надо так умудриться, ее хорошо завернуть, чтобы толк не выйти, в котором она будет вариться. И вот так вот я еще плотно свяжу. Зарезаем плотно и в глубокую кастрюлю опускаем с кипящей водой. Вода у меня закипела. Опускаю сюда рульку и так она будет вариться 3 часа. Еще я хочу сказать момент. В эту воду я положу морковь и сварю ее тоже. Морковь нужна будет вареная. Все, на 3 часа отправляем вариться. Вода закипела с рулькой. Я сюда кладу морковь и сварю ее тоже. Не буду же отдельно ставить. Все, и вот вода закипела. Засекаем время. Убавляю огонь. И 3 часа рулька будет вариться. Периодически я буду посматривать, как она себя будет вести. Прошло полчаса. Я перевернула рукав с рулькой. Но что хочется сказать. Когда вы будете паковать рульку в рукав, если вы будете это готовить, то постарайтесь весь воздух, чтобы вышел. Я выдавливала воздух, но все равно, видите, рукав надулся. Боюсь, чтобы он не лопнул. Ну, я не думаю, что он лопнет, но я буду поглядывать и накрою кастрюлю крышкой, чтобы он не выскочил. Ну, все, варим дальше. Прошли 3 часа. Рулька проготовилась. Я вот так ее распечатала. Ее нужно теперь остудить до такого, чтобы можно было взять в руки. Ну, вот я ее так, наверное, немножко, правда, прикрою, чтобы она не присохла. И пусть она остывает. Ну, не до полного остывания, но хотя бы, чтобы можно было ее в руки взять. Ждем теперь, пока остынет. Рулька остыла. И теперь нужно аккуратненько отделить косточку от мяса. Вынуть просто косточку. Ну, сварилась нормально. Я думаю, она ведь так легко вынимается. Убираем в сторону. Косточку. Теперь вот я ее так разверну аккуратненько и обильно посолю. Потому что я попробовала кусочек, мне показалось недосоленное. Посолим и поперчим. Хорошо перчиком. Или, как я уже говорила, приправы, которые вы любите. Я люблю соль, перец для мяса. Мне этого достаточно. Чеснок я заранее через пресс пропустила, и тоже так хорошо, обильно смазываем рульку чесночком. Отваренную морковь я порежу брусочками. Вот так, длинными полосками. Положим вот так. В серединку. И теперь эту красоту будем сворачивать. Можно закрепить нитками, а потом пленкой. Ну, я попробую сразу в пленку это все завернуть вот таким вот рулетом. Как правильно сказать, пусть будет рулет. Да, вот так вот у нас получается. Морковочка в середине. Вот так. Сейчас я это сделаю в пленке. Ну, вот так как смогла, плотно завернула, как получилось. Ну, теперь с боков морковь вырезала. Мою сейчас на место. И этот рулет можно под пресс, желательно, и в холодильник, чтобы он хорошо застыл и принял такую форму. Ну, вот так. Вроде бы так плотно я его свернула. Такая получилась штучка. Теперь до завтра. Отправляем это в холодильник. Пробуем завтра. Провел ночь в холодильнике. Вот он так застыл. Я его развернула из пленки. Теперь нарежем. Посмотрим, что получилось внутри. Так, чтобы было вам видно, я попробую. Ну, что, красивое мяско получилось. Вот так вот он выглядит внутри. Немножко морковочка сместилась, но все равно красиво. Вот такой рулетик. Сейчас положим на тарелочку. И будем кушать. Приятного вам аппетита! Готовьте вместе с нами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok